Мониторинг чрезвычайных происшествий в обзоре Александра Смирнова. Оставленная включенная без присмотра плита могла спровоцировать крупный пожар в Минске. Накануне вечером вспыхнул частный двухквартирный дом на улице Масюковщина. Сильному пламени достаточно быстро удалось захватить положение. Правда, жильцам первой квартиры удалось вовремя покинуть небезопасное помещение. Их соседей в этот момент дома не было. Спустя почти час бойцам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар. Строение сильно повреждено. Причину возгорания установят эксперты. Предполагается, что пенсионерка могла перед своим уходом оставить еду на огне, что и спровоцировало возгорание. Сигнализация спасла ситуацию в общежитии Белшины в Бобруйске. Источник неприятностей расположился в одном из блоков на четвертом этаже. Электронное оповещение вовремя сообщило об опасности, и спасатели сумели предотвратить разгул стихии. Когда через 4 минуты прибыли первые подразделения МЧС, из окна на четвертом этаже шел дым. Эвакуированы 8 человек из соседних помещений. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Огонь повредил интерьер. В комнате придется делать косметический ремонт. Пострадавших нет. Эвакуация понадобилась и в столице. В девятиэтажке на улице Чичота задымились апартаменты на нижнем уровне. Хозяина квартиры обнаружили сидящим за столом, но без сознания. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения пострадавший был госпитализирован. В это же время с выше расположенных этажей спасатели эвакуировали 12 человек, среди них четверо детей. Чуть позже стало понятно, что загорелись вещи в комнате. Предполагается, что на них упала незатошенная сигарета. Именно это пока основная версия инцидента. Предполагается, что хозяин квартиры в момент ЧП был нетрезв. Второй день рождения может праздновать жительница Кричевского района. В деревне Красная Будда пенсионерка упала в 6-метровый колодец. Накануне около 8 часов утра в МЧС позвонил ее супруг и сообщил, что его вторая половинка попала в беду. Известно, что питьевой колодец работающий, а уровень воды составлял полтора метра. Через 10 минут спасатели были на месте вызова. Женщину подняли с глубины и передали бригаде медиков с диагнозом «общее переохлаждение». 70-летнюю пенсионерку положили в больницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова